корабли лавировали 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 да вылове выловировали и его вот эти вот пружине и пружине как это слово пружине всем привет я антоха и сегодня мы с вами приготовим зефир классический рецепт магазинного зефира содержит себе где-то по госту 70 процентов сахара мы приготовим зефир с пониженным содержанием сахара который будет составлять примерно 55 процентов ну и конечно же сделаем это все в домашних условиях для того чтобы приготовить зефир нам необходимо для начала приготовить яблочное пюре по нашему рецепту вам понадобится 150 грамм вареного яблочного пюре для этого мы берем пол килограмма яблок очищаем их кожуру не снимаем так как в ней содержится большая доля пектина затем удаляем серединку режем на дольки после этого раскладываем их на противень не застеленный пергаментом вот и помещаем духовой шкаф при температуре 180 градусов примерно на 30 минут и запекаем их в духовом шкафу вот лучше уложить срезом вниз тогда больше влаги из них уйдет они хорошо пропекутся после того как мы запекли яблоки достали противень эти запеченные дольки мы помещаем блендер и достаточно хорошо интенсивно измельчаем в блендере затем нашу эту массу необходимо протереть через мелкое сито сито надо брать как можно мельче чтобы размер ячеек чтобы у нас получилась однородная масса без вкраплений после запекания и измельчения пюре получается достаточно водянистым и нам необходимо его уварить до того момента чтобы он уже не блестела чтобы была матовая поверхность поэтому мы помещаем это в сковороду и на медленном огне увариваем избавляемся от лишней влаги при этом постоянно помешиваем так как пюре может подгореть пектин содержащийся в яблочном пюре должен стабилизироваться поэтому на 5-6 часов а лучше на ночь мы помещаем его в холодное место по рецепту нам понадобится 100 грамм сахара это который пойдет в пюре и 250 грамм сахара который пойдет в сироп кроме этого мы будем использовать 1 яичный желток 100 миллилитров обычной воды кипяченой конечно же вот и второй главный ингредиент зефира это агар-агар его нам понадобится 10 грамм немаловажно есть такой показатель в агар-агаре как сила то есть она бывает от 600 до 1200 ну то есть этот коэффициент показывает интенсивность загустения мы будем использовать агар-агар с коэффициентом 1000 вообще агар-агар это загуститель природного происхождения который получают из водоросли вот и его плюс в том что он термо обратим то есть после закипания остывания он возвращает свои желирующие свойства также мы будем использовать при приготовлении зефира трималин трималин или инвертный сахар это продукт который получается при гидролизе сахарозы он содержит себе 50 процентов глюкозы и 50 процентов фруктозы если у вас нету трималина можно использовать глюкозу при использовании трималина зефир лучше пружинит то есть возвращает свою форму значит для приготовления мы берем наше уже заготовленное яблочное пюре помещаем его в чашу миксер сюда же мы добавляем меньшую часть сахара то есть 100 грамм и сюда мы добавляем трималин или инвертный сахар как я уже говорил параллельно занимаемся приготовлением нашего сиропа для этого гуляем агар-агар в сотейник заливаем воду начинаем нагревать на медленном огне постоянно помешивая ну вот он добавляем сахар так сюда мы добавляем яичный белок кастрюльку повыше потому что когда агар-агар закипит сахаром он будет сильно пениться вот видите какая у нас получилась масса пушистая точку выдавливаем открываем точку выдавливаем отрываем вот у нас наш зефир ночь отстоялся берем его отделяем склеиваем две половинки и обваливаем сахарной пудрой вот такой вот у нас получился зефир вот мы сейчас я продемонстрирую какой он получился у нас на излом вот его текстура внутренняя сейчас продемонстрирую как он режется вот такой вот у нас зефир если вам понравилось это видео было полезным подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии с удовольствием на них ответим здесь вот это вот 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 вот